Если мы откроем 1 Коринфянам, 7 стих, то, что Аня читала, тут написано, что муж оказывает жене должное благорасположение, подобное и жена будет. Она не властна над своим телом. Рома также и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. Смотрите, уклонение от секса интимных отношений только для молитвы и поста. Там нет рук, голова болит, я устала, устала, мне не нравится, не хочу, не буду. Этого нет здесь. Если мы придумываем себе разные причины, то мы с вами нарушаем этот Божий принцип. Почему? Потому что разные причины. обиды есть. И что здесь происходит? Смотрите, не уклоняйтесь. Дальше, впрочем, дальше тут написано. Будьте вместе, чтобы сатана не искушал вас. Смотрите, ведь и сатана будет искушать вас в разных сферах жизни. То есть интимные отношения – это защита эмоциональная, это духовная, это физическая защита. Это вырабатывание, ну, мы понимаем, во время оргазма вырабатывается большой выброс крови всяких, ну, например, дофанин, эндорфин, то есть это наркотики. Это вот то, что когда человек влаживается, он получает определенное удовольствие. Это кровь. То же самое при оргазме это происходит. И что происходит? Кровь очень ногу быстро циркулирует, и она в нужные органы попадает все нужные вот эти вот питательные вещества. То есть это полезно физически. Это эмоционально полезно. Это расслабляет твой напряг. То есть это расслабляет тебя. Понимаешь? Это расслабляет тебя. То есть и это делает вас еще в духовном месте близко. Потому что вы не стыдитесь, вы друг к другу открыли. Но если этого нет, то сатана приходит. Физическое ваше состояние физиологии нарушается. Настроения нет, что-то болит, что-то все время дискомфортно в физическом плане. Есть такая поговорка у женщин. Мужчина должен уходить на работу с плохим желудком. Грубо говоря, если пришли мне ничкой. То есть все должно быть высвобождено. То есть не должно накапливаться, все должно выбрасываться. А это же не раз в месяц. Это же должен быть... Вы сами решаете. Но это не это. Один мужчина в какой-то семинар должен был. И в каком-то дне раз в три месяца он радуется с флагом. А что говорит? А сегодня это день. А сегодня это день для окружения. Но для мужчины... Вообще вот женщины представьте, да? То есть смотрите, сатана будет искушать наше воздержание. Это что значит? Это будут обиды. Это будут друг другу претензии. Ребята, сатана будет искушать... Не думайте, что сатана искушает, что ты помешишь изменять вообще. Жена побежит изменять, муж побежит изменять. Но ведь мы же верующие, мы не побежим изменять. То есть мы будем бороться с этим, мы будем страдать, мы будем мучиться. Но сатана будет нас искушать. Вы будете друг на друга раздражительны. Вы будете спорить друг другу. Понимаете, люди, которые часто занимаются сексом, они меньше ругаются. Потому что некогда ругаться, понимаете?